В церемонии закрытия 17-го Международного Каннского фестиваля. Видеодокументации, танцевальные фильмы, анимированные книги и игровые работы. Так выглядит экспериментальное кино здесь и сейчас. В этом году на конкурс Международного фестиваля было представлено 25 нестандартных лент. Члены жюри не смогли договориться и выбрать только одного победителя. Это такое произошло событие, что мы спорили, спорили, чуть все не пережугались, кричали, я назвал себя фашистом, потому что уже сил не было это все переносить. И в итоге мы сделали два гран-при. Дипломы за первое место и половинки золотого пальмового секатора в этом году получили Мелисса Дулиус и Ян Густав с фильмом «Зеркало» из Бразилии, а также московский режиссер Дмитрий Венков «Гимны Московии». Фильмы победителей представили для всеобщего просмотра. Реакция зрителей была неоднозначна. Для кого-то такие фильмы несут глубокий смысл, и в них они видят много скрытых идей. А кому-то так и не удалось до конца понять задумку автора. Вы когда смотрите здание, которое уходит в небо, вы чувствуете какую-то свободу, раскрепощенность, а в земле они выглядят абсолютно по-другому. И это на самом деле немного устрашает. У кого-то может пугать высота и что-то в этом роде. Но еще раз повторюсь, это больше говорит о свободе. В целом, идеи некоторых фильмов, конечно же, понятны. Но касаемо некоторых фильмов, их идея, мне кажется, с первого раза не совсем понятна. То есть со второго, может быть, с третьего просмотра что-то проснится. Но с глубоким смыслом фильмов, некоторым слишком глубоким. Главный приз видеофестиваля не изменен. Это пальмовый секатор. Много лет он был серебряным и, наконец, стал золотым. Как говорят организаторы, в 2017 году они пришли к его идеальной форме. Над ним поработал сын того самого дизайнера, Иван Савин, который сделал вот такой новый прекрасный приз. И вот сейчас, я надеюсь, что с этого года и далее он будет настоящим золотым и выстраданным секатором. 17-й значит последний. На закрытии могло показаться, что фестиваль угасает. В этот вечер его арт-директор попрощалась с видеофестивалем и Каннском. Развернется ли борьба за главный приз в 2018 году, пока ответить трудно. Организаторы надеются привлечь новые силы и, конечно же, новых участников.